В 2024 году в Казани достроят Вознесенский тракт. Это выездная магистраль, которую жители Казани и пригородов, изнывающие в пробках, ждут с нетерпением. И вроде как завершение строительства уже близко и даже открыта первая часть магистрали. Но почему новая дорога может стать разочарованием века? Разберемся в этом сюжете. Больше всех открытий новой дороги ждут жители Советского и части Приволжского районов. Основная миссия второй части Вознесенского тракта – разгрузить задыхающийся Мамадышский тракт. Ведь теперь пробки там встречают казанцев не только в предпраздничные дни или в часы пик, но практически круглосуточно. Расстояние по прямой между этими двумя трассами для городских масштабов мизерное – около трех километров, а в зоне протяжения этих дорог живут более 100 тысяч человек. Это и крупные человейники, и частный сектор, и жители нескольких прилегающих районов Татарстана. Несмотря на транспортный коллапс, новоселы продолжают пребывать, так как стоимость квартир в этой части города привлекает. И каждый, кто переезжает в самый центр пробок, надеется на новый Вознесенский тракт. С ними вместе ждут и надеются жители поселков Салмач и Вишневка-Куюки, у которых и вовсе существует одна дорога жизни – двухполосная внутригородская дорога, о великом стоянии на которой знает любой казанец. И никаких к ней альтернатив сейчас нет. Так получилось, потому что земли, ранее не принадлежавшие городу, а бывшие сельхозугодьями, размежевали без учета соцобъектов и даров, но и, соответственно, распродали их. В результате здесь возникло несколько поселков, население которых уже достигло размеров небольшого города. Люди здесь живут, а вот учатся и работают в городе. Отсюда и появился знаменитый Куюковский затык, который власти города уже признали как городостроительную ошибку. Но в этом году к надеждам на разрешение ситуации прибавились еще и страхи. Появившиеся проекты планировок сразу нескольких территорий ошарашили местных жителей. Итак, что же планируют построить в зоне притяжения Вознесенского тракта? План по застройке этих территорий вынашивался уже давно и даже есть большой проект под названием «Восточная дуга». Этот проект разрабатывался Институтом генплана Москвы, которым на тот момент руководил Олег Григорьев. Сейчас он руководит Институтом пространственного планирования Татарстана. А еще около полутора гектаров земель в границах Восточной дуги принадлежат группе компании ASG Invest, которую основал миллиардер Алексей Семин. «Восточная дуга» тянется от поселка Акибли-Дербышек и до Новых Салмачьей и объединяет 9 проектов планировок территории комплексной жилой многоквартирной застройки, два индустриальных парка, общественно-деловые ядра и проекты индивидуальной жилой застройки. Планируемый срок реализации проекта до 2040 года. По плану ежегодно здесь можно вводить от 150 до 300 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас разработаны проекты планировки территории Самосырово, Тихая гавань и Новое вознесение-2. Расчетная численность жителей только этих трех территорий превысит 29 тысяч человек. И это как целый салават Купере. Документы прошли независимую антикоррупционную экспертизу и окончательно не утверждены, а в мэрии отметили, что они соответствуют действующему генплану Казани. Только в Тихой гавани предлагается построить около 469 тысяч квадратных метров жилья в многоэтажках. Да, построят две школы, четыре детских сада, поликлиники и 10 проездов. Но вопрос – когда? Реакция жителей поселка Вознесенский, ЖК «Весна» и других на этот план застройки была негативная. Они даже создали петицию о пересмотре проекта планировки. Жители же соседних поселков возмущены тем, что изначально эти земли планировали размежевать под ИЖС, а в итоге отдали под многоквартирные дома. Они отмечают, что основная проблема постройки многоэтажек в этом районе – транспортная доступность, а вернее – ее отсутствие. На территории Самосырово, что севернее Тихой гавани, предполагается поселить почти 7 тысяч человек, построить две школы и два детских сада, спроектировать семь дорожных проездов. В южнее Тихой гавани и строящейся в Атракте расположена территория Новое Вознесение-2. В отличие от двух предыдущих территорий, здесь будет и многоквартирное жилье и зона ИЖС на 195 участков. Если говорить о социальных объектах, предусмотрены школа, два детсада и поликлиника. Самая большая территория, по которой подготовлен проект – Яблоневые сады. Ожидаемое население и размер проекта сопоставимы с жилыми массивами Горки и Азина. Судите сами. 67 тысяч жителей, дома от 3 до 19 этажей, 5 школ, 12 детсадов, детские школы искусств, 4 спорткомплекса и бассейны, объекты культуры и общепита, поликлиника и объекты общественно-делового назначения. Планы по Яблоневым садам, как и по Тихой гавани, получили огромный общественный резонанс. Ведь в попытках избежать подобных проблем Раис Татарстана Рустам Миниханов уже наложил вето на строительство жилья без социальной инфраструктуры в Казанской агломерации. А тут опять стройка. Рустам Миниханов поручил Олегу Григорьеву встретиться с жителями Салничей и Куюков и объяснить им, как будет развиваться территория. На встрече жители заверили, что первые дома начнут возводиться только после подготовки дорог, а точнее подъездной дороги от улицы Зорги до Яблоневых садов в обход улицы Центральной в Салмачах. В ACG Urban Media сообщили, что компания профинансировала проектирование дорожной сети, начиная от улицы Зорги и Оренбургского тракта с выходом на М-7 с пересечением Вознесенского и Мамадышского трактов. Так почему же не успев до конца решить существующие проблемы, власти будто бы заранее рисуют новые, ведь более чем на 100 тысяч жителей будет приходиться не менее 30 тысяч автомобилей, да еще и транзитный трафик с районов. Плюс Вознесенский тракт станет ближайшим заездом к трассе М-12. И кажется, что едва вздохнув, новая дорога утонет в пробках от жителей, вновь построенных ЖК, а новую дорогу построить возможности не будет. У Казанской мэрии на этот счет есть четкая позиция и свои аргументы, основанные на результатах транспортного моделирования. Восточная Дуга – ключевой градостроительный резерв города наряду с территориями реноваций Промзон. Если не готовить площадки в городе, в том числе и в Советском районе, застройка перешагнет в прилегающие районы республики, создавая серьезные проблемы с маятниковой миграцией. То есть, если не развивать участки в границах Восточной Дуги, то стройка будет идти за городом и пробок станет еще больше. А без строительства нового жилья инфраструктура не будет развиваться. Вот такой замкнутый круг. На вопрос, не повторит ли Вознесенский тракт историю Мумадышского, завкафедры градостроительства и планировки сельских населенных мест КГСУ, Александр Дембич ответил, что это будет зависеть от экономики страны в целом и темпов роста автомобилизации. Как правило, этот показатель опережает темпы дорожного строительства, поэтому транспортных коллапсов не избежать. И все же краеугольным камнем во всех этих светениях проектов остается Вознесенский тракт, полное открытие которого должно стать тем событием, которое разрубит Гордев узел, завязанный из хаотичных пробок и застроек. И тут еще один нюанс. Долгожданный Вознесенский тракт будет платным. А вы уже видели, какое количество дорожных проездов проектируется на новых территориях, и почти все они ведут не куда-то, а на тот самый платный Вознесенский тракт. У жителей города сразу же возникает много вопросов. Какой будет плата за проезд, какие условия оплаты, для какого транспорта и будут ли преференции для жителей близлежащих территорий и так далее. Министр транспорта Республики Татарстан Фарид Ханифов предположил, что проезд может стоить не дороже 50 рублей за заезд. Варианты рассматриваются. Или это будет цена выезда на трассу М7, или же это будет километражный расчет. Оба варианта просчитываются. Узнаем, согласны ли автомобилисты с министром транспорта. Я считаю, что все дороги должны быть бесплатными. Ну, в целом, я бы, наверное, лучше через Мадышку поехал. Ну, платить будем, конечно, если платная дорога будет. То есть, если платная история будет, вы готовы платить? Да, готовы. Получается, экономия времени и экономия топлива окупается это все. Город разогрузился. Удобно, очень удобно. Дай Бог здоровья тем, кто это придумал и построил. А вот вы в курсе, что вообще Вознесенский тракс хотят сделать платной дорогой? Вот вы как к этому относитесь? Отрицательно. Первый раз об этом слышу. Если честно, нет, конечно. В городе платной дороги, но достаточно того, что платные дороги на трассах скоростные. Но в городе делать платную дорогу, я считаю, что вообще это просто неразумно. Точную стоимость проезда мы узнаем на майских праздниках. Следите за новостями на Urban Media. В пресс-службе Миндор Транс Татарстана нам сообщили, что информации по поводу того, будут ли резиденты территории вдоль второго участка Вознесенского тракта освобождены от платы за проезд, пока нет. Как и нет точного ответа на вопрос. Вознесенский тракт – это спасение или новая пропасть в пробке для Казани? А вы как думаете? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова